Сегодня в России от коронавируса лечения получают 30 тысяч несовершеннолетних. Было отмечено, что уровень заболеваемости детей сейчас выше, чем наблюдалось в первую и вторую волны пандемии. В соответствии с федеральными законами об основах охраны здоровья граждан и об иммунопрофилактике в Российской Федерации, профилактические прививки детям проводятся при наличии информированного добровольного согласия одного из родителей либо иного законного представителя несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет, либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет. Тяжелое течение болезни зачастую регистрируют у пожилых людей в возрасте 60+. Перенести инфекцию легче, без негативных последствий поможет только вакцинация, отмечают амурские врачи. При этом пожилым жителям региона необходимо привиться до 15 декабря. Такая задача поставлена на региональном уровне. Как правило, граждане старше 60 лет имеют уже в наличии хроническую сопутствующую заболевание, хронические инфекционные болезни. И риск течения самого заболевания новой коронавирусной инфекцией у них крайне тяжел. И, соответственно, на фоне сопутствующей патологии может отягощать и течение, и прогноз у таких пациентов без отсутствия вакцинации зачастую носит неблагоприятный по развитию дыхательной недостаточности, прежде всего, и в отсроченном периоде осложнений. Вакцинироваться пожилым людям необходимо в период ремиссии хронического заболевания. Перед прививкой медики проведут осмотр, измерят частоту сердечных сокращений, давление, температуру, уровень насыщенности крови кислородом. При этом пациентам старше 60 лет рекомендуют два препарата – гам-ковид-вак и эпик-вак-корона. В показаниях к вакцинации мы с вами понимаем, что это, прежде всего, создание иммунитета к новой коронавирусной инфекции. А противопоказания, прежде всего, наличие острых заболеваний на период проведения вакцинации, обострения хронических заболеваний. Здесь речь идет уже о выдаче медицинского отвода на период достижения ремиссии этого хронического заболевания. И наиболее, наверное, объединяющие две эти вакцины, наличие аллергологического в анамнезе заболевания в данном случае противопоказано компонентам какой-либо вакцины. Либо это куриный белок, либо, если берем вакцину эпик-вак-корона, то это на содержание реминия, которое уходит в состав этой вакцины. Вакцинацию пациенты пенсионного возраста переносят хорошо, отмечают медики. Если и возникают побочные реакции – повышение температуры, дискомфорт в месте укола, общее недомогание или головная боль, то они проходят в течение трех дней, как и указано в инструкции к препаратам. Между тем, в Амурской области на протяжении последних двух месяцев отмечается подъем уровня заболеваемости ковидом. 200-250 и более инфицированных ежедневно регистрируют с начала ноября. При этом губернатор Василий Орлов на заседании Президиума Координационного совета при правительстве России сообщил, что сегодня количество госпитализаций в области снизилось на 12%. Это свидетельствует о наметившейся стабилизации эпидемиологической обстановки.